Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Представляем вашему вниманию выпуск новостей и сначала о том, что происходит в регионе. Износ коммунальной структуры в области составляет 65%, в связи с чем власти решили модернизировать систему ЖКХ. Сделать это предполагается за счет инвесторов, которые, как сказал заместитель председателя правительства Московской области министр ЖКХ Дмитрий Пестов, получат экономическую выгоду в среднем через 5 лет. Свой эксплуатационный ресурс выработали уже 52% котельных, физический износ их оборудования составляет в среднем 60%. Острую потребность в обновлении теплоисточников испытывают Талдомский, Сергиево-Посадский, Солнечногорский, Павлово-Посадский, Волоколамские муниципальные районы. Доля изношенных тепловых сетей от 40 до 80%. Что же планируется в рамках модернизации? По словам Дмитрия Пестова, нужно перевести 181 котельную на газ. Инвестиционный потенциал порядка 6 млрд. рублей. Срок окупаемости от 2 до 3 лет. На 354 котельных необходимо снизить удельный расход топлива и электроэнергии. Цена вопроса 15 млрд. рублей. На окупаемость можно будет выйти через 4-6 лет. 214 паровых котельных планируется перевести в водогрейный режим. Инвестиционный потенциал порядка 8 млрд. рублей. Окупаемость до 5 лет. Кроме того, намечена ликвидация около 1000 км ветхих тепловых сетей в год и переход на энергоэффективные теплопроводы. Как же инвесторы вернут свои вложения? Им же нужны гарантии экономической выгоды, выход в улучшении платежной дисциплины. Принято решение о переходе на расчеты за жилищно-коммунальные услуги через единый расчет на кассовый центр, который будет расщеплять платежи и сразу отправлять ресурсоснабжающим организациям. Внедряется единый платежный документ, который поможет сделать начисления прозрачными. Для нас, простых пользователей коммунальных сетей, открытым остается другой вопрос. Насколько это все экономически выгодно для нас? Новости культуры Новости культуры. Торжественное открытие 12-го фестиваля театров малых городов России состоялось в последний день весны у Маринкиной башни в Коломенском Кремле. Открывали фестиваль губернатор Московской области Андрей Воробьев и художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Свои спектакли на фестивале покажут 16 творческих коллективов России. Подмосковье в конкурсной афише фестиваля представлено спектаклем «Морфий» Химкинского драматического театра «Наш дом». В рамках вне конкурсной программы в Зарайске будет показан спектакль московского областного тюза «Метелица». Победителя определит жюри во главе с ректором Театрального института имени Бориса Щукина Евгением Князевым. А теперь к новостям Электрогорска. 2 июня в Молодежном центре состоялось открытие трудовой вахты. Подробности у Анны Шевалиной. У нас с вами, ребята, напряженные будни, ранние подъемы по утрам, освоение новых трудовых знаний и, конечно же, новые знакомства. Не забывайте также и о достойной заработной плате. Но самое главное, вы сможете внести частичку себя в процветание родного города и сделать его чуточку лучше и красивее. Открытие и начало работы первого сезона Молодежной экологической трудовой бригады на базе Молодежного центра состоялось 2 июня. С приветственным словом обратилась к юным трудягам начальник отдела культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Зайнап Муженко. Я хочу вас поздравить с началом трудовой вахты от администрации городского округа Электрогорска, от главы нашего города Игоря Петровича Красавина. Пожелать вам хороших трудовых будней. Пожелать вам крепкого здоровья, оно вам пригодится. Вы сейчас на очень ответственном посту. Вы делаете наш город красивым, благоустроенным. И в зависимости от того, как вы будете относиться к этой работе, действительно будет так же выглядеть и наш город. Присоединились к словам исполняющей обязанности сектора по делам несовершеннолетних и защите их прав Марина Тимофеева и исполняющей обязанности директора Молодежного центра Алена Черналова. 62 подростка будут работать на благоустройство города и взаимодействовать с такими предприятиями, как МУП «Электросеть», управляющая компанией «Ленком», Центральная городская библиотека и Центр занятости населения. После знакомства ребят со специалистами, которые на протяжении месяца будут вместе с ними работать, начался первый рабочий день. С каким же настроением заработала трудовая вахта? С хорошим, здесь очень много веселых ребят, с которыми можно познакомиться, с которыми можно, так сказать, дружить потом в дальнейшем. Очень интересно. Все круто. Работала в том году? Да, и поза том. Как только исполнилось 14 лет, я сразу сюда пришла. Что тебе больше всего запомнилось на протяжении прошедших лет? Потрясающее настроение, вкус зарплаты. Ну и вообще, как бы это, все здорово, и руководители такие понимающие, и сам процесс работы веселый. Мы желаем ребятам удачи и хорошего настроения. Будущие первоклассники попрощались с детскими садами и любимыми воспитателями на прошлой неделе. На сердце у нас и тепло, и тревожно. Ведь выросли дети и в школу идут. Если честно, разобраться, как же нам не волновать. Сколько лет мы здесь прожили, и играли, и дружили. Вместе строили заводы, замки, башни, мосты. Из конструктора и пластилина, и бывалой красоты. Во всех детских садах нашего города прошли выпускные утренники. Наряженные девочки и мальчики с волнением и трепетом прощались со своим вторым домом и любимыми педагогами. Первая ступень детства пройдена. Теперь они в ожидании первого сентября и начала школьной жизни. Мазина. Назови птицу, которая не бьет гнезда. Это кукушка. Правильно. А почему? Потому что кукушка живет в часах. Рома. Назови существо, которое живет и в воде, и на суше. Я учил, но забыл. Если учил, то вспомнишь. Вспомнил. И в воде, и на суше живут матросы. Инсценированные выступления, веселые песни, стихотворения, танцевальные номера, теплые слова и пожелания, звучавшие из детских уст, родители слушали с замиранием сердца и со слезами на глазах. Субтитры создавал DimaTorzok В завершение выпускного утренника детишкам вручили подарки, памятные альбомы, дипломы и медали. Пожелаем нашим маленьким друзьям усидчивости на нелегком пути к знаниям. Ну что ж, впереди школа, серьезная жизнь. Что пожелать? Удачи, терпения, хороших учителей. Это были все новости на сегодня. И в завершении прогноз погоды от ГИСМЕТЕО на завтра, среду, 4 июня. Ночью плюс 15, днем в среднем 26 градусов тепла. Ясно атмосферное давление до 757 мм ртутного столба. Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду. Далее в программе наши постоянные рубрики «Социалка и спорт». А завершит наш сегодняшний эфир курс упражнений по фитнесу от инструктора Марины Замалаевой. С вами была Татьяна Шевалина. Увидимся завтра на ТВЛ. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!